Всем привет, меня зовут Мария, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила показать всю свою уходовую косметику, а именно сделать апдейт по средствам, которыми я уже пользуюсь. В основном у меня вся косметика с сайта iHerb, на данный момент так получилось. Я посмотрела, что в начале октября я снимала такого типа ролик, и моя уходовая косметика сейчас кардинально изменилась, практически вся, и поэтому хочу сделать некий апдейт и рассказать именно, что работает, что нет. Расскажу про свой дневной, вечерний уход, очищение, ну, в общем, все, что у меня есть. Что ж, давайте начнем. У меня немножко кадр странно выстроен, ну да ладно, буду рассказывать и объяснять, что у меня здесь. Это гидрофильное масло фирмы Миша. Это первый этап очищения. Я пользуюсь всегда либо гидрофильным маслом, ну, честно сказать, в основном это гидрофильные бальзамы, на данный момент это гидрофильное масло. Мне оно нравится. Я его использую только в вечернем этапе очищения, соответственно, снимаю солнцезащитный крем или тональную основу, биби-крем, сиси-крем, не важно, что у меня есть на лице. На сухое лицо наношу, распределяю и смываю. Далее обязательно идет пенка для очищения. Ну, в целом я могу сказать, что это средство у нас тогда будет относиться к вечернему уходу. Дальше у меня идет пенка для очищения. На данный момент это фирма Prescript Skin гликолевая гель очищающий. Скажу честно, у него очень-очень сильный резкий запах. Достаточно сложно из-за этого им умываться. То есть само по ощущениям, как пенка, она хорошая. То есть кожа после нее не пересушенная, гладенькая, такая очищенная. Но с запахом они, конечно, переборщили. Сказать честно, я ее повторять не буду. Здесь 177 мл. И знаете, у меня такое ощущение, что даже у меня отсюда сейчас пахнет этой пенкой. Плюс здесь достаточно такой широкий носик. И вот видите, даже у меня здесь этот гель, потому что он очень жидкий и льется. Нужно быть аккуратным, когда вы что-то вот выливаете. Так, следующее это тонер. На данный момент у меня также кислотный тонер с гликолевой кислотой. 177 мл. Фирма Prescript Skin. Он, знаете, с точно таким же запахом, как этот гель, но немножечко помягче. То есть не такой суровый. Здесь помпа. Я наношу ватным диском, очищаю лицо именно в вечернее время. Запах, знаете, более такой, ну как, более нежный, но такой же. Но он быстро улетучивается, поскольку еще и ватным диском я наношу как-то так сильно меня не напрягает. И тоже после него кожа очень приятная, гладенькая, хорошо очищает. Мне вот он понравился. По сравнению, по крайней мере, с этим гелем. Далее идет сыворотка. Сыворотка у меня из НТ-3. 8% АХ кислот. То есть получается, знаете, такой вот какой-то вот кислотный уход. Да, это все вместе. Мне очень понравилась эта сыворотка. Я про нее даже рассказывала в распаковке. Это для нормальной и сухой кожи сыворотка. 8%, 100 мл. 8% кислоты. Но я могу сказать, что очень-очень она мягко работает, действует. Так, знаете, ничего лицо не щипет. Кожу не пересушивает, не стягивает. Наоборот, даже могу сказать, увлажняет. И отличное действие. Соответственно, поскольку кожа у нас отшелушивается после кислот, она становится более такой гладкой, ровной, сияющей. Короче, вот эта вот сыворотка для сухой нормальной кожи просто шикарна. Берите, не пожалейте. Мне понравилось. А, знаете, что забыла сказать? У нее специфический запах. Вот я все время про запахи рассказываю. Ну, не могу не сказать. Он какой-то, может, немножко пластмассой пахнет. Не знаю. Сейчас скажут, что я вообще рассказываю. Ну-ка, дайте я еще раз понюхаю. Ну, знаете, можно было бы сказать, что она пахнет ничем. Ну, а может, можно сказать, что она пахнет упаковкой, может быть, пластиком чуть-чуть. Не знаю. Ну, меня не напрягает, по крайней мере. Но кто-то может придраться. Не знаю, у кого есть такая сыворотка, скажите, чем вам пахнет. Несколько раз в неделю у меня вот такой вот получается кислотный уход. Вот я пользуюсь вот такой вот троечкой. Но в те дни, когда у меня уход не кислотный, сейчас я немножечко, может, подвину камеру, я пользуюсь тонером Time Revolution. Это знаменитая их такая эссенция с ферментами. Ну, она есть не ацинамидом, по-моему. Здесь 150 мл. Красивая очень упаковка, стеклянная. У меня уже второй раз. При этом, видите, когда берешь какой-то крем или еще что-то, получается, это матовая бутылочка заляпанная. Вот. Ну, не важно. Она достаточно жидкая. В принципе, ее можно и ватным диском наносить, но мне на ватный диск жалко. И поэтому я наношу ее именно на руки и прикладывающими движениями к лицу. Классная сыворотка, как я уже сказала. Я второй раз этим средством пользуюсь. Я имею в виду, одну бутылку такую я уже закончила. Это моя вторая. После этого тонера я наношу. Это Time Revolution, начиная с пробиотиком Ампула. Мне она понравилась. Она такая, знаете, немножечко, можно сказать, как, можно сказать, даже питательная, я так предполагаю. Вот смотрите, какая она. Вот она тянется. Достаточно такая густая. Можно, да, увидеть, как она тянется. Но при этом хорошо впитывается, не оставляет липкости. И быстренько так вот она прямо в кожу заходит, можно сказать. Ее питает, увлажняет. В общем, классная сыворотка. Мне она очень нравится. Приятный у нее такой, ну, достаточно средний аромат. Такой интенсивности, я имею в виду, средней интенсивности. Не слишком легкий. Классная. Дальше я все это дело закрываю кремом. У меня крем тоже фирмы Миша. У меня вообще тут получилось, что все Миша. С коллагеном. Очень удобная упаковка такая, туба с носиком длинненьким. Но, знаете, я вам так честно скажу. Я его повторять вот этот крем не буду. Реально. Не знаю почему. Он вроде хороший и питательный, и увлажняющий. Но вот как-то вот у меня с ним прям любовь не случилась. Все вместе работает хорошо, но любовь не случилась. Либо в какие-то дни вместо крема я наношу тоже фирмы Миша. Вот такую с улиточной слизью, с улиткой ночную маску. Она у меня еще с лета, достаточно давно, потому что здесь 110 мл. Ну, медленно она заканчивается. Тем более, что я пользуюсь ей там несколько раз в неделю. Не каждый день. Это же не крем. Но она такая неплохая, увлажняющая тоже масочка. Но я ее, скорее всего, тоже повторять не буду. Ну, просто потому что это для меня какой-то проходящий продукт. Хороший, приятный. Но не суперлюбовь. Вот такая четверочка. И заканчивается у меня любой уход, будь то он кислотный, будь то вот этот вот мой, не знаю, Миша, уход Миша. Все это я заканчиваю. Питет Фи, фирма, масло для губ. У меня до этого было масло какое их, какое-то знаменитое, забыла, я напишу. Это тоже хорошенькое, приятное, пахнет ягодкой. Губы хорошо ночью увлажняет, питает. Отличное. Вот такой у меня вечерний уход. Соответственно, гидрофильный бальзам и два варианта ухода. Ну, могу сказать, что вот этим мылом вечером я, в принципе, пользуюсь, и когда пользуюсь косметикой Миша, хотя, наверное, нужно мне приобрести какую-то пеночку просто, ну, более другую какую-то обычную. Так, это мой вечерний уход. Перехожу к дневному уходу. Он у меня такой более, знаете, ну, не такой масштабный. Сейчас поставлю камеру. Утром я умываюсь таким клинзер. Это кремообразные, видите, написано, что это для тела, но на самом деле он для лица также подходит. Не могу назвать, что это мыло, да, какое-то очищающее средство. Оно идет как крем. Сейчас вам прямо покажу. Вот видите, такое, это не мыло. Это как крем. Вот у меня тут сыворотка, видите, еще осталась, не впиталась. Как какой-то крем, но кожу очищает хорошо. Знаете, вот это, оно из разряда, это средство из разряда ЦРВ зелененькое, которое не пенится. Поэтому кому такие средства не нравятся, то, ну, смотрите. Хотя оно с керамидами для чувствительной сухой кожи. На утро самое то для того, чтобы снять вот этот какой-то, то, что за ночь кожное там какое-то выделилось, не знаю, сало. Хотя у меня кожа сухая, особо ничего не выделяется. Ну, по крайней мере, снять весь вечерний вот этот вот ночной уход. Вот очистить кожу. Далее, вот эта сыворотка, серум. Мой, какой он классный. Мне так он нравится. Это Сюл Сьютиклс серум. Так, у меня села батарея, поэтому я продолжаю. Фирма Сюл Сьютиклс. Это серум. Я пользуюсь им как раз-таки утром, потому что он с витамином Си. Здесь 20%. Классный. Плюс фируловая кислота. Антиэйджинг формула. Мне он очень-очень понравился. Слушайте, он такой прямо вообще классный. Во-первых, жидкий, как водичка. Смотрите, абсолютно. Ну, совсем. Быстро впитывается. Не оставляет... Вот для меня он не оставляет вообще ничего. То есть, ни жирности, ни липкости. Как будто я какую-то водичку нанесла, и она тут же быстро впиталась. Отличный. Прям супер. Мне очень понравился. Знаете, что я его буду 100% повторять. Вот этот вот витамин Си мне понравился. Прям шикарный. И еще, кстати, классная у него цена. Так, я знаете, что забыла показать? У меня крем для век. Он один-единственный. И на утро, и на вечер. И я его не показала в ночном уходе. Это фирма Питит Фи. Здесь 30 миллилитров. Достаточно большой объем. Прямо огромная, реально, такая вот туба с тонким носиком. Я про него рассказывала, что он мне вроде как будто бы... Ну, я его не поняла, да, так скажем. Но сейчас, по истечении использования... Первые разы показалось, что он какой-то сильно плотный. Но я сейчас к нему, знаете, что привыкла. Мне кажется, он даже ничего... Мне казалось раньше, что он как-то, знаете, утяжеляет кожу под глазами. Какой-то делает ее такой, знаете, тяжелой. Как бы я его как будто бы ощущаю. Но, возможно, это такие ощущения у меня были из-за того, что предыдущий крем был более легкий, может быть. Ну, в общем, я сейчас к нему привыкла. Не могу сказать, что это какая-то прям мечта. Крем-мечта. Но вполне себе приятный, питательный. И утром я им также пользуюсь. И под макияж у меня ничего не скатывается, не слезает. Я быстро впитывается. Я его, то есть, наношу и сверху. И наношу, соответственно, еще и крем. Еще и потом и тональную основу. Поэтому нормально. Хватит надолго. То есть, у меня он идет, получается, и сюда в дневной уход. И, соответственно, вот сюда, вот в эту кучу. И вечерний уход также. Так, крем, значит, я показала. И дальше у меня нет дневного крема. Я сейчас пользуюсь под макияж вот этим вот Эмбриолис 3 в 1 крем, который, он же маска, он же увлажнитель, он же база под макияж. Тут его практически нет. На самом деле еще так хватит раза, я думаю, даже на 4, может быть, даже на 5. Потому что его нужно совсем маленькое количество. Так, сейчас я попробую его нанести. Левой рукой мне, видите, не выдавить. Левая у меня слабая рука. Вот такое средство. Ну, в виде просто крема, лосьона, бальзама. Быстро впитывается, хорошо увлажняет кожу, оставляет ее подготовленной как раз-таки для макияжа. Здесь 30 пиллитров, но я про нее рассказывала, она классная. Вот ее, возможно, стоит даже повторять. Мне понравилось это средство, несмотря, кстати, на такой немножечко старый для косметики запах. Я имею в виду запах не старой косметики, а непопулярный запах, вот так скажу. Ну, и я показывала, возможно, в распаковках точно такое же средство, как и это, только это, как бы говорится, европейское, французское, а вот это вот корейское. Тоже фирма Миша. Посмотрите, какая красивая упаковка. Всем привет. Голографическая такая и стеклянная баночка. Крем розовенький. Я просто им уже начала пользоваться достаточно интенсивно, то есть вместе с Эмбриолис и тем, и другим. У него ярко выраженный запах сильный. Он немножечко более, возможно, такой силиконистый, знаете, наверное, такой больше похож на базу под макияж, действительно. И он заявлен тоже практически как три в одном. То есть у него здесь и увлажнение, и как маска, и как база под макияж, все вместе. Интересное средство, но повторить мне его, как бы, не хочется, как будто бы. Вот. Ну, и бальзам для губ. Я им пользуюсь и утром, и днем, и в течение дня. Это фирма Веледа. Обычный бальзам для губ. Классный с, тоже, по-моему, он с прополисом. Как обычная помадка. Сейчас я так и не докупила себе кармиксы, потому что вот он у меня есть. И, в общем-то, пользуюсь им. Хотя нужно бы еще кармиксы докупить. Ну, ну, что сказать. Вот это мой такой дневной уход. Вот вечерний. И там, смотрите, кое-что еще у меня спряталось, про что я вам сейчас хочу рассказать. На заднем плане, кроме утреннего и вечернего ухода, вы видите еще кое-какую косметику. Я сейчас объясню, что это такое. Вот это, это моя палочка-выручалочка. Значит, это косорекс биячей кислота. С биячей кислотой. Такая жидкость, которая, в общем-то, работает на всякие, если у вас есть какие-то высыпания. Ну, собственно, и для жирной кожи, и для проблемной кожи в моем случае. В моем случае у меня кожа не проблемная. Но иногда бывают, знаете, случаются какие-то такие нежданчики. И тогда я протираю лицо вот этой вот жидкостью. В общем-то, биячей кислота действует на более глубокие слои кожи и чистит поры, и растворяет вот жир. В порах, соответственно, подсушивает немножко кожу. Вот поэтому я либо точечно, либо, ну так, на лоб или там где-то подбородок наношу эту жидкость. Она у меня, вот видите, уже сколько половинка. Я иногда раз в неделю, иногда раз в 2-3 недели, иногда, в общем, по надобности. Также у меня есть вот такая 10% серная мазь, также сайхерп, классная штучка. Вот ею точно надо пользоваться точечно. Это если прямо какое-то воспаление, да, ну, по-нашему, как сказать, по-простому сказать, прыщик, если какой-то появился, то я вот таким образом наношу и просто не даю вообще даже вылезти ему. А сразу же подсушиваю это место, если я чувствую, что где-то что-то нехорошее может получиться. Классная вещь, особенно это для проблемной кожи, замечательно, вот у кого акне, такого плана. Потому что я мало того, что не просто наношу, я наношу, держу минут 15-20 и потом смываю. То есть я не оставляю на длительный период, потому что мне может вообще потом и кожа шелушиться, у меня сухая кожа. Вот. И две такие штучки, тут осталось буквально два патчика, и вот эта новенькая у меня от Косарекс. Это заклеивать. Тоже, если какое-то высыпание есть, воспаление. Здесь разного были размера наклейки. Вот. Ладно, не буду открывать. Видно их, не видно. Там две штучки кругленькие, видите? Вот. Вот они остались. Соответственно, если какое-то высыпание есть, можно нанести вот это средство и сверху заклеить таким патчем. И все. И, по крайней мере, если там днем, например, то не будет попадать туда, не знаю, и солнцезащитное средство, и тональная основа, или на ночь. Ну, отлично. Много раз рассказывала, да я думаю, вы и сами знаете. Сейчас покажу вот эту. Вот. Видите, она вся новенькая. Здесь много этих штучек. Они такие, знаете, она как силиконовая, полностью прозрачная. Ее на коже даже, так скажем, даже не видно. То есть я и на работу, и вообще, ну, мне не важно. Приклеиваю, и пусть что хотят, то и думают. Главное, быстрее воспаление проходит. Моя палочка-выручалочка. Если вдруг есть какие-то воспаления, и что-то нужно быстренько, чтобы сработало, нанести. Значит, то есть у меня это, в принципе, со мной останется. Дальше я вам покажу вот эти четыре средства. Здесь у меня маска для лица. Это Andalou Naturals. Это маска с энзимами. Энзимная маска. Тоже антиэйджинг. Такая вот, как она, знаете, как внутри, как пюре. Нет, как кисель, что ли, пюре. Вот. Пол баночки у меня сейчас есть. Я ее кистью наношу. Неплохая. Немножечко печет лицо, но очищает кожу. Энзимы, по сути, я вам скажу так. Вот эти все средства. Это маска энзимная. Это пудра энзимная. Фирма Питетфи. Тоже с бета-глюканом, с энзимами папайи. Да, папаин тут вот расписано. И рисовый фермент. В общем, классная пудра. Она выглядит, не знаю, кто никогда не видел пудру. Вот она выглядит вот таким образом. Ее нужно смешивать с водичкой и умывать просто лицо. Она, знаете, как немножечко пенится начинает и хорошо очищает кожу. Энзимы растворяют вот этот весь белковый мусор. Межклеточное пространство, вот эти сами клеточки старые. Все это отшелушивается. И таким образом лицо чистое, гладкое получается. Ну, им надо пользоваться, конечно, не каждый день, а там раз, не знаю, в неделю. Ну, опять же, по состоянию кожи, типу кожи. Но не часто. Дальше. Вот эта вот маска-скатка. Классная. Это мне прям она очень нравится. Тоже с iHerb. И, кстати, она тоже идет с этими, с энзимами. Энзимная она. Отлично отшелушивает кожу. Очень мягко, нежно. Она такая вот белая. Я ее показывала где-то уже, наверное, в распаковке. Не помню где. С синенькими точечками вот этими вот, видите. И очень хорошо скатывает. Скатывает. Ну, она сама по себе скатывается, да. Это она же не кожу скатывает. Но с тем, что она скатывается, она хорошенько отшелушивает. Вот так вот механически уже получается кожу. Хотя я, если честно, против таких масок всегда была. Но она настолько это нежно делает, что кожа действительно прямо такая очищенная, гладенькая, бархатная. Я делаю не часто эту масочку. И, конечно же, если у вас есть хоть какое-либо воспаление, которое начинается только или в активной фазе, то им пользоваться нельзя. А вот если уже что-то такое совершенно сухое, то, что нужно помочь, именно, может быть, даже механически чуть-чуть отшелушивать, то это классно вот подойдет. Так, и у меня остатки вот этой пенки MediPill. Классная пенка, крутая. У меня есть на нее, кстати, даже ролик коротенький. Я вам поставлю шорт. Это такая пеночка, которую вы наносите, и она начинает сама по себе пениться прямо на лице. Кислород попадает, и она пенится, и тем самым хорошо очищает кожу. Это альготокс, глубокое очищение. Ей также нельзя пользоваться прямо каждый день. Ну, как сказать, нельзя. Ну, вообще, пишут, что нужно несколько раз в неделю пользоваться. Ну, наверное, кто как захочет. То есть, вот эти вот четыре средства, они у меня такие вот очищающие. Так, у меня тут ребенок. Что такой маленький? Котики. Котики. Такая у меня четверочка средств. Ну, практически, да, они, можно сказать, взаимозаменяющиеся. Потому что это все какое-то что-то такое очищающее, энзимное. Но в разных вариациях. Соответственно, маска, пудра, скатка и такое мыло-пенка. Разный формат. Ну, я думаю, я вот из этого что-то минимизирую. То есть, я закончу, скорее всего, маску и мыло в ближайшее время. И, соответственно, их повторять не буду. Ну, вот у меня останется скатка и энзимная пудра. Будет этого достаточно. Потом подумаю, что еще такое попробовать. Также у меня стоит такая двоечка. Это фирма De Alba. Бренд корейский. Но они используют белый трюфель какой-то итальянский для своей косметики. Спрей серум такой. Он идет на половинку жидкость, на половину масляная основа. Видите, уже у меня масла мало осталось. А жидкости чуть-чуть побольше. Ну, его нужно вот так взболтать. И потом, соответственно, уже как спрей наносить. Он классный, приятный. Просто дело в том, что я им пользовалась в основном, знаете, не как первый этап. Ну, то есть, как тонер. А в течение дня, когда мне нужно, например, нанести макияж, перед макияжем как-то лицо немножечко освежить. Ну, или просто в течение дня нанести там вечером. Может быть, там перед выходом куда-то, чтобы, ну, как-то его увлажнить. Как я уже сказала, освежить. То есть, поэтому он у меня достаточно долго не заканчивался. Но средство классное. Я знаю, что каким-то там, не знаю, даже блогерам на пиар-рассылки прислали эту фирму. Я ее сама купила на iHerb. Вообще, кстати, когда покупала, мне кажется, я даже не видела ни одного обзора на нее. Просто мне понравилось. Ну, не знаю, я почитала. И мне вообще понравилась ее упаковка. И вот это вот сама по себе, что тут наполовину масляная жидкость сером, наполовину тонер. Вот. И я также взяла такое масло. Тоже с белым трюфелем. Это масло такое, но, знаете, жиденькое, как водичка. Не густое. То есть, оно отлично быстро впитывается и не остается жирной пленкой. Здесь внутри есть вот такие, смотрите, золотые точечки. Сейчас я попытаюсь показать вам. Вот они там плавают. Нужно встряхнуть. И, соответственно, набирать. Я так думаю, что какой-то экстракт, наверное, этих трюфелях. Вот. И набирать уже, соответственно. Видите, оно как водичка вообще. Не сильно и на масло похоже. Достаточно жиденькое. Быстро впитывается. Очень приятный аромат. Хорошо увлажняет кожу. Я его сейчас зимой также в вечерний уход использую. То есть, его можно нанести уже поверх даже крема. Ну, или на этапе даже можно и перед кремом. Он такой вот а-ля серум масла сухое. Такой жиденький, приятный. И на зиму самое то. Для сухой кожи вообще отлично. Вот. Но, знаете, я ее... Вот эти оба средства я повторять не буду. Ну, не по причине того, что мне не понравилось. А именно из-за того, что... Ну, это такие средства не первой необходимости. Вот я так назову. Скажем так. Так. Мне ребенок приносит... Вот что приносит мне играть с ней в Sony PlayStation. Также у меня остались эссенция и тонер фирмы MediPill. В 2021 году для меня была эта фирма открытия. Мне так понравились их средства. У меня также была ампула Bortox. Еще крем Volume Tox. Очень мне понравились. Вот. Я решила немножечко как бы отложить на половинки. И продолжить этот уход, когда приобрету еще себе пару пептидных средств. И будет у меня такая опять заново полноценная линейка. В общем, просто решила немножечко пока что отложить. Таким образом. Вот и весь мой уход. В общем-то. Получается, что у меня это все на вечер. Я предполагаю, конечно, что-то у меня здесь сократится. В плане того, что я закончу ночную маску. Возможно. Так. Тонера у меня в любом случае всегда будет оставаться два. Вместо масла это будет бальзам. Ну, сыворотки я тоже люблю, когда две. Крем один. И маска для губ одна. Крем для век. Он у меня и на вечер, и на утро. Утро, в общем-то, состоит у меня из... Еще раз вам показываю. Пенка, серум. Что-то одно из двух. Это он же крем, он же база под макияж. И бальзам для губ. Ну и вот какие-то тут добавочные у меня средства. В общем, может показаться так все много и размазано. Но, тем не менее, это все вся та косметика, которой я сейчас пользуюсь. Что ж, вот такой обзор-апдейт на всю мою уходовую косметику в этот зимний период у меня получился. Следующее видео на эту тему я планирую снимать именно весной уже. Попробую, возможно, что-то немножечко скомпоновать. Возможно, минимизировать количество своего ухода. Но это не точно. Посмотрим. Рассказывайте, что вам нравится, что не нравится. Может, что-то посоветуете. Пишите комментарии. С радостью отвечу. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И увидимся с вами очень-очень скоро. Пока-пока. Продолжение следует.